Пишет Гойский пес. Питя Ово, Горечь войны. Она есть, вы ее легко можете найти, например, в документах ВВК. Просто забейте. И Фергюсон там говорит, что если бы Германия победила, то в целом для мира это было бы лучше. Потому что Германия смогла бы, во-первых, найти язык с Англией, и тогда Англия сохранила бы свою империю. Ну, было бы лучше для мира, если бы Англия сохранила свою империю. Вопрос, мягко говоря, спорный. Но, с другой стороны, если посмотреть на то, что произошло в Африке после ухода оттуда англичан, то, в общем, значит, и кроме того, в Европе наступил бы мир под контролем Германии. И, в общем, там бы образовался Европейский Союз, ну, на полвека раньше. И там не было бы Второй мировой войны, нацизма и всего круто. Справедливое это утверждение или несправедливое? Я не знаю. Но, конечно, во время Первой мировой войны шло совершенно жуткое расчеловечивание противников со всех сторон. Немцы точно так же рисовали плакаты, на которых, значит, казаки-людоеды пожирают немецких детей. Здесь нет ничего как бы нового, необычного. Англичане точно так же вели пропаганду совершенно там беспардонную, рассказывали о том, что немцы это гунны, это звери, это не человеки, это не люди и так дальше. То есть, если посмотреть там английскую пропаганду времен Первой мировой, ну, это вот Гейбельс на 100%. На самом деле, никакой принципиальной разницы между Гейбельсом и пропагандой как немцев, так и англичан времен Первой мировой, конечно, нет. Вот у нас, понятное дело, наши такие рухли, наши такие добрые, такие все думают о том, значит, там, как бы хорошо выглядеть перед, значит, уважаемым господами из Европы. У нас такой звериной пропаганды не было даже близко. Французы, немцы, значит, англичане, австрийцы, они друг друга, ну, и нас тоже, изображали просто в качестве нелюбий абсолютно. То есть, здесь абсолютно ничего нового во Второй мировой войне не случилось. Вот, поэтому то, что говорил Муссолини, ну, а что он еще мог говорить? Да, Италия ввязалась в Первую мировую войну, в итоге, по итогам ее получила шиш с маслом, получила остров Родос и несколько портов на Адриатике, все. И больше, ну, там еще какие-то, значит, там, несколько фруктовых садов в Альпах, больше она ничего не получила. Да, при этом потеряла там, проиграла все битвы, какие она там вела, да, все до одной. Вот, значит, кроме последней, которая была уже в октябре 18-го года, как Германия буквально разваливалась, вот тогда они смогли впервые одержать победу, впервые за три года. Вот, значит, ничего, ну, нужно же было как-то объяснять, зачем мы в это вообще ввязались. Вот рассказывали, что Муссолини рассказывала, что это была бы победа, там, реакция и так далее.